А вот еще одна история. Обязательным атрибутом любого пионера был красный платок. Его повязывали на шею и называли пионерский галстук. А как появился пионерский галстук? Пионерский галстук – это треугольный шейный платок, который своими концами символизировал единство трех поколений – пионеров, комсомольцев и членов партии. Галстук был красно-оранжевого цвета из ацетатного шелка. Такой цвет еще называют алым. Вначале галстук не завязывался, а скреплялся специальным зажимом, на котором была изображена пионерская символика. Костер на фоне серпа и молота, окруженный буквами, которые образовывали надпись пионерского лозунга – «Всегда готов». Есть несколько версий происхождения пионерского галстука. Первая сообщает нам, что он был заимствован у скаутского движения в Российской империи в начале 20 века. По другой версии, его появление связывают с именем Феликса Дзержинского, наркома внутренних дел РСФСР в 1919-1923 годах. Легенда гласит, петроградские комсомольцы устраивали субботники по разгрузке вагонов на Октябрьской железной дороге. И всегда вместе с комсомольцами в субботники участвовали совсем юные ребята. Была среди этих ребят вихрастая боевая девочка лет десяти – Оля Тарасевич. Для солидности она, подражая взрослым, повязывала на голову красную косынку. Однажды в гости к комсомольцам приехал Дзержинский. Он подошел к Оле, стоявшей ближе всех к нему, снял с ее головы косынку и повязал ее девочке на шее. «Вот так и носи, взрослый, еще успеешь быть», – сказал Феликс Эдмундович и улыбнулся. Третья версия рассказывает о том, что во время одного из съездов или торжественных митингов женщины-работницы сняли свои косынки и повязали их на шее детям, пришедшим их поприветствовать, завещая хранить их и гордиться ими, поскольку они того же цвета, что и знамя революции. Так или иначе, но пионерский галстук стал одним из самых важных и узнаваемых атрибутов пионерии.